И лают, и кусают. Жители поселка Кугеси боятся выйти на улицу и отпускать детей на прогулку. Бродячие собаки терроризируют целые кварталы. Ответственные чиновники пытаются решить проблему, что называется, кабинетным способом с бесконечными бюрократическими процедурами. Бубики и шарики, жучки и тузики не читали никаких законов. Они просто отстаивают свою территорию. Репортеры республики Анастасию Басникову тоже облаяли. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Первое слово вместо классического «мама» или «купи» – «гав-гав». Детеныш знает, кто лает и кого кусают. Взрослые бьют тревогу. Писали, куда следует, откуда следует отписки. В итоге собака лает, ветер носит. В таком состоянии они на людей бросаются. В данном случае вот у нас на работе они сидят, несколько штук. Сейчас две беременные ходят. Ждем пополнения, не знаем, что делать. Они связывались с администрацией, связывались с ветеринарной. Вот у нас там к этой клиникой. Ну, я так понимаю, никто ничего не может, потому что нет. Я так поняла, нужно их отловить, отвезти в ветеринарку. Там их стерилизуют. Но ловить некому. Вся проблема, я так поняла, об этом сейчас. Ловить некому. Поэтому они размножаются, живут. Скоро будет вообще очень много собак. Собак много уже сегодня. В Чебоксарах есть приют. Единственный в регионе. На полтысячи хвостов. Битком. Новые только построят. Хотя уже сейчас готовы забрать с улицы животных. На сегодняшний день мы можем принять 15 собак. Однако, благодаря главе Чебоксарской республики сейчас выделяется финансирование на 40 вольеров. Заключаем в данный момент стадии заключения выставления на торги этого лота. То есть на закупку этих 40 вольеров. Но даже когда приют достроят, содержать здесь собак смогут только 20 дней. Потом снова на улицу. Потом снова в стае. Необходимо нам сначала отловить и привезти в госвесслужбу. Они там простилизуют, вакцинируют. Это в порядке 749 рублей. За 749 рублей я разговаривал со многими предпринимателями. Они не берутся за это дело. Но даже когда отлавливают, увозят в соседнюю Мариэл. Больше некуда. Убивать запрещено федеральным законом. Выхода из ситуации. Кажется, нет. Вой по-собачье. К осени появятся милые щеночки, которых их хвостатые и зубастые мамы воспитают как лидеров стаи. Вожак, в которой не человек. Анастасия Бласникова, Валерия Ильина, Николай Скворцов. Республика. Посёлок Угесе.